Кто он? Идеальный воспитатель. Супергерой, волшебник, лучший друг, вторая мама, главный вдохновитель и наставник. Все эти роли берут на себя те, кто ежедневно отдает силы, частичку заботы и тепла до шкалятам. В финале конкурса «Педагог года» специалисты Департамента образования выбирали лучшего воспитателя нашего города. Цель, как любого творческого конкурса, это выявление престижа профессии педагога, выявление творчества педагога, выявление его каких-то таких качеств, которые способствуют ему реализации уже вне дошкольного учреждения. Поэтому сегодня мы наблюдали, что многие участницы раскрылись совершенно с другой стороны. Финал проходил в три этапа. В первом воспитатели рассказывали о себе и своих маленьких подопечных. Во втором проводили мастер-классы. Из-за ограничений пригласить гостей на конкурс возможности не было. Поэтому на этом этапе участницы сами взяли на себя роль детей. Они попробовали арт-терапию, собрали мини-оркестр и поиграли в конструкторы. Последнее конкурсное задание – это защита моего успешного проекта. Каждая участница представляла свои проекты, которые работают непосредственно в своем возрасте, в своем детском саду. Вероника Половникова 8 лет работает воспитателем в детском саду номер 9. По словам девушки, для того, чтобы сейчас развить в маленьком человеке самостоятельность, креативность, целеустремленность и инициативность, нужно адаптироваться под современные реалии. Мы вообще стараемся идти в ногу со временем. И наше поколение деток, которые растут, им интересны все гаджеты, телефоны, планшеты. Их уже не удивишь просто рисованием. Поэтому мы старые, уже избитые приемы перекладываем на новые технологии. И стараемся, допустим, преподнести тот же рисунок или театрализованную деятельность какую-то – снимать мультфильм. Жюри было непросто выбрать лучшего педагога. Победителем стала Вероника Половникова из детского сада номер 9. Второе место заняла Наталья Никишина из детского сада номер 30. Замкнула тройку воспитатель детского сада номер 41 Ольга Мартынова. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.